вывода этой дряни потому что эти соли мочевой кислоты они забились ваших микрокапиллярах они лежат у вас в мозгу они лежат у вас в глазах не лежат в микрокапиллярах ваших костей везде в пальцах во всех мельчайших сосудах кристаллик он там стеснулся и стоит и в суставах пальцы вот я ненавижу когда женщины пальцами хрустят колени хрустящие позвоночник хрустящих шея хрустящая все забито вот этими погаными солями и когда мы едим соль это стимулирует секрецию нашего желудка плюс сама соль когда по крови плавает она все это дело растворяет и она в нашем теле не оседает и когда мы потеем и чувствуем вот этот солоноватый привкус может быть соль удаляется таким образом я не знаю но вот этот солоноватый привкус я уверен что это также соли мочевой кислоты как сказал академик болотов я закинул видосы потом на канал у среднестатистического человека до трех килограмм вот этих солей в теле и вы можете про индексировать корреляции как я уже сказал если вы будете есть сырое мясо и сырые фрукты долго во время спорта от вас будет вонять мочой потому что вы своим почкам не даете эти соли мочевой кислоты выводить поэтому они называются мочевая кислота мочевина это соли аммиака аммиак воняет у нас ну мочой воняет и по-хорошему это все должно высыпаться но если вы работу почек нарушаете овощами кашами фруктами квасами хлебом прочим всяким говном это все будет добиваться ваших тканях и потом когда мы будем тренироваться например бегать на дзюдо качалка будете вонять мочой как старая бабка даже если будете есть сырое мясо и сырые фрукты вы не будете выводить метаболиты не от мяса не от фруктов а что первое что второе дает соли мочевой кислоты причем еще стоит поспорить а кто больше я не знаю но поверьте фрукты нормально дают так что вот такие вот поэтому алкей просто ошибся соль чрезвычайно полезно это ну или я очень благодарен андрею долматов про мне вот открыл глаза на все это дело я тоже думал что соль это там алфея по наслушался джоннисан это вообще отдельная тема у джона система ужасная да и у алфея не лучше вот алфей смотрите он бахвалится тем что у него полностью чистый костный мозг что у него много крови в теле и так далее и он молодец это замечательно у него хоть один подопечный есть который костную структуру обновил хоть один подопечный есть которого бы он показал посмотрите какой он красный ни одного потому что у алфеевская система безумно тяжелая сверх тяжелого лучше чем джоновская это вообще клиника полная но принять какая тяжелая и система которую даю я эта система грубо говоря ксении кравченко только модернизированы там есть вот мне не нравится что ксения кравченко она вот сладкое оставляет в рационе я за легкое кето это очень сильно психологически помогает не срываться на всякую дрянь ну естественно ксения кравченко жрет термичную дрянь вы просто поймите что вот вы можете даже эксперимент провести съели кусок сырого мяса на нормальный кислый желудок на нормальной рабочей почки и съели потом жареный кусок мяса подписайте в банке после сырого и после жареного после жареного моча будет очень мерзкая после сырого моча практически не воняет то есть солей аммиака токсичных далеко не так много как от поганого жареного мяса и дело не только в солях аммиака акриламид гетероциклические амины перекиси липидов какого только говна там не образуется при обработке огнем вы в основе своей едите шлак и мусор когда идите термообработанные продукты у нас будет отдельная трансляция посвященная тематике важности сыроедения а это поверьте это важность фолоссальных фасштабов можете есть термичку у вас тоже здоровье уже все равно намного лучше чем сейчас но я так хочу я хочу идеальных значений и от вас я хочу идеальных значений на хрена вам здоровья на уровне нормы когда можно добиться здоровья и номинального я вас хочу замотивировать простимулировать добиться здоровья и на мина и ногу и это не так уж и сложно как может показаться если кто-то думает что поедание сырого мяса это тяжело но на первых порах может быть но потом нейронные связи перестраиваются ну я же я же когда первый раз ел сырое мясо но тоже было не по себе тоже было не особо приятно сейчас вообще насрать но в холодильнике лежит тунец огромная туша сырая лежит говядина ну просто захотелось мне красного наземного места я знаю там по поводу гляделя мы потом подробнее разберем она не жирная но к сожалению здесь нету да диких оленей и лосей но вот такие его дела то есть все это настолько легко есть а там надо не то чтобы мы нету брезгливости абсолютно у меня есть брезгливость только химии у меня когда девочка со мной жила там ну то есть мы на разных полярностях да там может каким-нибудь этим мыльным средством использоваться там себя помыть каким-то гелем вот это все мерзко то есть я обрезговал эту девушку да она принимала душ со своим типом экологичным гелем но когда она например не мылась а там два дня я ее вообще не брезговал но вот этому вы приходите когда вы понимаете что патогенных бактерий не существует это тоже тема отдельной трансляции потому что сколько у нас идет мы разберем нет никаких плохих бактерий на этой планете вообще может быть если такие на модифицированные в лабораториях но их не выпускали потому что если их выпустят они убьют и истеблишмент поэтому в природе в окружающем пространстве нет плохих бактерий плохих глистов ну есть глисты как это отдельная тема все это потом будет про печенку есть глисты которые механически могут вам мешать допустим они живут в печени и они забивают желчные протоки неплохие они просто тупые но на самом деле что глисты в печени делают жрут клетки вашей полудохлой печени они вам жизнь спасают но поскольку они не энштейны они не понимают что надо открыть даже очные протоки они забивают но такое бывает но надо ли их убивать нет налаживать картину крови чтобы эти дохлые клетки вашей печени починились я могу скинуть отзыв да у меня кербограмма до печени у женщины был фиброз печени есть не забуду давайте тоже запишу чтобы все было предметно был фиброз печени у женщины буквально по моему два или три месяца на моей диете и фиброз ушел бы что такое фиброз полудохлая печень то есть в ее теле кусок ее мясо и и главного органа дохлый мертвый все починилось и просто за счет той диеты которую я дал и это подтверждается анализами почему починилась а лимфу очистили пиявочки еще определенные манипуляции кровь наладили и печеночка себя восстановила то есть мертвые клетки доминились на здоровые и чистые рабочие сейчас я запишу вот такие вот дела так продолжение и ответы на другие вопросы от участников закрытого канала где изложены подробные знания об диагностировании очищение и питание для своего организма с реальными отзывами и исследованиями вы можете получить закрытом телеграм-канале романа где он несколько раз в неделю проводит трансляции с подробным разбором всех тем касающихся здоровья такой ценнейшей информации с комплексным подходом к здоровью на данный момент вы не найдете нигде ссылка со всем необходимым находится в описании